Донбасс Реалии Погром в российском культурном центре в Киеве причины ведут на Донбасс Нововведение группировок ЛДНР приказано сменить номера на машинах История о наемниках Чивака Вагнера, погибших в Сирии, получила неожиданное продолжение На прошлой неделе мы рассказали, что среди жертв американского авиаудара также был гражданин Украины Владимир Винограденко Но оказалось, он далеко не единственный украинец, воюющий за деньги в российской частной военной компании Почему в составе незаконного ЧВК возникла отдельная украинская группа, где вербуют наемников и какие задания они выполняют Подробности узнавал Левко Стек Неожиданный поворот в истории разгрома ЧВК Вагнера в сирийской провинции Дейр-Эзор Напомню, по подсчетам американских военных в ночь с 7 на 8 февраля под огнем истребителей США, ударных беспилотников, боевых вертолетов Апач, а также стратегических бомбардировщиков Б-52 погибли около сотни проосадовских боевиков Спустя несколько дней после атаки родственники погибших россиян начали открыто требовать вернуть тела на родину Также появилась информация о гибели харьковчанина Владимира Винограденко Именно тогда стало ясно, среди вагнеровцев также есть и граждане Украины Более того, в составе колонны, которую разбили силы коалиции, якобы была целая группа украинцев По словам боевиков, чьи знакомые служат в ЧВК Вагнера, название подразделения довольно красноречивое – «Карпаты» Это атакующие дроны, это именно люди, имеющие воплощение в Донбассе, их посылают всегда в самую простую, прощающую жопу Служба безопасности Украины получила персональные данные почти двух тысяч наемников из ЧВК Вагнера При этом количество идентифицированных украинцев из нелегальной частной военной компании – почти 40 человек У Службы безопасности Украины есть информация, что подчас формирования контингента ПВК, так званого ПВК Вагнера, для спрямования до Сирии Бо окременно группа осип складала самовыходцы из Украины, которые умовно отримали призначение, как группа Карпаты Из публикации российского издания «Фонтанка», которое уже несколько лет отслеживает деятельность ЧВК Вагнера, стало известно, что изначально группу Карпаты готовили для диверсий в тылу украинской армии Но из-за слабой подготовки личного состава от идеи решили отказаться, после чего украинцев переправили в Сирию В 2017 году группа была развернута в подразделение «Весна» по позывному командира Ее численность доведена до 100-150 человек Кроме украинцев в группу вошли жители казачьих регионов России и 15-20 уроженцев Чечни Денис Коротков, «Фонтанка.ру» Украинское волонтерское сообщество «Их там нет!», которое расследует деятельность ЧВК Вагнера в Украине и Сирии, еще в конце января опубликовала рапорт В нем один из наемников докладывает В районе Пальмиры из-за ошибки командира отделения беспилотной разведки российская артиллерия обстреляла своих же бойцов В результате погиб один наемник, украинец Эдуард Приходько Достоверность этой информации Донбасс-Реалии подтвердили в СБУ У службы безопасности Украины только за период с марта по апрель 2016-го есть проверенные данные о гибели в Сирии троих украинцев 1. Приходько Эдуард Евгеньевич, позывной боцман, на момент гибели ему было 48 лет, прописан в Горловке Воевал на стороне группировок ЛДНР на Донбассе Погиб в районе сирийского города Пальмира 8 марта 2016-го 2. Коношенков Александр Сергеевич, позывной Конан, 27 лет, из Новогродовки Донецкой области Воевал на Донбассе в рядах боевиков, личный номер в ЧВК Вагнера М1349 Погиб 12 марта 2016-го года в районе Пальмиры 3. Кияшко Александр Игоревич, позывной Кеша, 23 года, Донецк, Украина Воевал на Донбассе в составе группировок ЛДНР Погиб возле сирийского города Латакия 8 апреля 2016-го года Почему украинские боевики активно меняют Донбасс на Сирию Рассказал представитель казачьего общества Ховерна Евгений Шабаев Он постоянно общается с членами ЧВК Вагнера И уже побывал в одном из госпиталей, где сейчас лечат раненых в Сирии наемников Для людей, проживающих в Донецке и Луганске 150 тысяч рублей или 200 тысяч рублей Это беснословные деньги при средней зарплате в 5 тысяч рублей Сами структуры, как таковые, за каждого завербованного получают 2 тысяч условных единиц Поэтому это бизнес, это хороший бизнес по факту по торговле людьми Во сколько же оценивают жизнь наемника ЧВК Вагнера, узнали журналисты из Дания Репаблик В случае гибели семья убитого получает 5 миллионов рублей За ранение, в зависимости от тяжести, от 500 тысяч рублей до миллиона Месячное жалование рядового 240 тысяч Но, как утверждает Шабаев, жители Донбасса получают меньше От 100 до 150 тысяч рублей Из-за этого в последнее время число желающих воевать в Сирии значительно сократилось А в ЧВК Вагнера начали вербовать тех жителей Донбасса, которые сейчас сидят в тюрьме Здесь скорее не шантаж, а это предложение Либо ты продолжаешь до бесконечности гнить тех условий, в которых проживает любой заключенный И хоть какие-то, может быть, заработаешь финансовые ресурсы Такой вот выбор перед людьми ставят Журналисты, которые давно исследуют деятельность ЧВК Вагнера Утверждают, служат там украинцы не только из-под контрольных боевикам территории Донбасса Конкретно встретившись там с пацанами, которые освобождали Пальмиру в первый раз Я вдруг услышал такую подробность, что во время освобождения Пальмиры погибло 11 украинцев Опять уточняющий вопрос Это граждане Украины с территории контролируемых так называемыми ДНР и ЛНР? Нет, это из глубинной части Украины люди, которые имели на Украине какие-то проблемы с законом Скрылись в России и нашли прибежище в так называемом ЧВК Вагнер А тем временем след Вагнера на Донбассе проявляется все четче Вот, к примеру, памятник появившейся в Сирии Эксперты конфликт интеллидженс тем уверены, его установили именно в память о погибших вагнеровцах А это фотография только что установленного памятника в Луганске Сходство стопроцентное Вот только слово «наемники» на постаментах обоих памятников Почему-то скрыли под благородным статусом добровольцев Лев Костек Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода Российский культурный центр в Киеве атаковали представители сразу нескольких националистических организаций Участники погромов обвиняют представительства РФ в шпионаже, пропаганде и финансировании боевиков группировок ЛДНР Более того, активисты идентифицировали людей, которые до войны были здесь регулярными гостями А с началом боевых действий отправились на Донбасс Каким образом орган исполнительной власти РФ под названием Россотрудничество работает в Украине И какие задачи преследует, смотрите в нашем материале Атака националистов на офис Россотрудничества в Киеве Что связывает российский культурный центр и боевиков группировок ЛДНР Чем занимается орган исполнительной власти РФ в десятках стран по всему миру В условиях Украины это в чистом виде подрывная организация И как взаимосвязаны рост сотрудничества в Киеве и украинский культурный центр в Москве В глубине души ожидал, что это может спровоцировать примерно такого же рода людей здесь, в Москве Сразу несколько националистических организаций накануне годовщины самых массовых расстрелов на Майдане Ополчились против российского культурного центра в Киеве Рост сотрудничества они считают локомотивом так называемой русской весны и войны на Донбассе На одной из фотографий, которую активисты принесли в российский офис Алексей Селиванов До войны он был помощником министра обороны Украины Павла Лебедева и атаманом верного казачества Организация в том числе занималась воспитанием школьников в духе великодержавного патриотизма Это кадры 2012 года из подросткового лагеря под Киевом У нас в программе ножевой бой, тактические учения и взятие высоты В 2014-м Селиванов отправился на Донбасс В Луганске он и сейчас называет себя казаком, а еще сотрудником так называемого МВД группировки ЛНР Люди отвоевали, кто где, часть верных казаков имеют медаль за оборону Славянска, часть казаков уют сегодня Самый известный из них Андрей Савельев На этом видео 2012 года он 14-летний подросток Меня зовут Андрей Рассказывает, как в центре Киева в потасовке с националистами отвоевал российский флаг За это в то время посол РФ в Украине Зурабов наградил школьника планшетом от Путина В 2014-м Савельев взял позывной вандал и отправился на Донбасс То, что они делают с украинскими детьми, оно добром не кончится И они уже бачиваются на прикладе Дарья Савельева То есть это подлиток, который был в этих российских гуманитархатурах Потом взял злок из зброи Он был одним из пятьсот двух первых стрелковцев, которые захоплили Славянск На том самом снимке в киевском офисе Россотрудничества Есть и другие одиозные фигуры Многие из тех, кто захаживал сюда до войны, после ее начала оказались на Донбассе Это признал и так называемый милиционер группировки ЛНР Селиванов Да, мы старались приходить на их мероприятия, выставки, концерты А куда еще было приходить русским людям? Если бы Россотрудничество реально влияло на общество Украины, то Майдана бы не произошло Россотрудничество работает в более 80 странах мира Официально федеральное агентство занимается продвижением российской культуры Поддержкой русского языка и соотечественников за рубежом По всему миру эта организация выполняет функции, скорее, такие вот пропагандистки Она занимается тем, что работает с русскоязычными, объясняя, какой хороший Путин Какую правильную политику проводит Россия и, соответственно, вербует по свою сторону Российский МИД из-за погромов направил украинским коллегам ноту протеста В администрации президента Украины нападение осудили Всю неделю Донбасс-Реалии пытались договориться об интервью с представителями российского центра в Киеве Но в итоге так его и не получили Последние события привели к тому, что сейчас практически здесь не с кем связаться Ну вот то, что произошло, как оно отвечает интересам Украины? Да никак Защищать Украину нужно на линии соприкосновения Вот там, где украинские военные защищают территориальную целостность своей страны А в Киеве возле центра Россотрудничества, по-моему, защищать интересы Украины не надо Защищаются какие-то совершенно другие интересы, частные Историк Виктор Мироненко, украинец, живет в Москве и уже почти 8 лет в Украинском культурном центре проводит беседы о прошлом и будущем Украины Как и Россотрудничество в Киеве, украинский центр на Арбате уже пережил несколько нападений, но продолжает работать Это, наверное, все-таки на сегодняшний день в Москве и в Российской Федерации оставшийся единственный центр Где люди, интересующиеся украинской культурой, историей и просто украинцы, которые работают в Москве, могут удовлетворить какие-то свои потребности Судьбу Киевского офиса Россотрудничества решит совместная рабочая группа СНБО и СБУ, заявили в службе безопасности Но политолог Евгений Магда уверен, запрет на работу представительства РФ в Киеве станет поводом закрыть и украинский центр в Москве Поэтому предлагает не запрещать, а минимизировать его влияние Гуманитарная сфера, культурная сфера – это место такой самой агрессии, как и поле боя, там, линия, зиктанная на Донбассе Просто в гибридной войне война идет за нашу сведомость, за наши миски, а не лише за территорию И история киевского школьника Андрея Савельева тому подтверждение Очередная обязаловка от боевиков группировок ЛДНР И как на неподконтрольном Украине-Донбассе советский праздник отметили во второй части Донбасс-Реалии Нововведение группировок ЛДНР приказано сменить номера на машинах Это попадал его Пляски в тельняшках дети с автоматами в оккупации отметили несуществующий в Украине праздник Хочет коньячок купим и отметим Три буквы, три цифры и три колор вместо украинского флага Так называемые автономера группировок ЛДНР совсем скоро станут обязательными для всех Без исключения владельцев автомобилей на оккупированных территориях Чем это чревато по украинскому законодательству и что грозит тем, кто не хочет отказываться от украинских регистрационных документов Разбирался Андрей Дегтяренко Мы можем с гордостью показать номерной знак Группировки ЛДНР закручивают гайки автовладельцам Всех местных жителей обязали перерегистрировать свои машины Номерные знаки вручают новые, с сепаратистской символикой А что же с украинскими документами? Регистрационные документы и номерные знаки, выданные регистрационными подразделениями Украины, не изымаются Цена вопроса почти 1300 рублей или 650 гривен В Донецке автомобилей с ДНРовскими номерами уже примерно половина В этом году машины идут не четного года выпуска, а в следующем четного года выпуска Здесь же закон перерегистрировать, как же, куда человек денется Он никуда не денется, ему надо будет, чтобы работать, он уже с украинскими номерами не будет Деваться некуда, отказ перерегистрировать авто обернется штрафом от 250 до 5000 гривен Короче, машину на штрафстоянку плюс административный штраф В Донецке срок обязательной регистрации всех автомобилей закончится уже этим летом Зато тем, кто перевесил номера досрочно, обещают поблажки ГАИшник видит издалека машины ДНРовские номера И они так лояльно относятся, не останавливаются В оккупированном Луганске машин на привычных украинских номерных знаках Пока большинство Здесь перерегистрацию автомобилей начали только в этом месяце Луганчане донецким соседям сочувствуют В ЛНРе ничего страшного В ДНРе в приказном порядке И штрафы, и так далее То есть, когда едешь в Украину, снимаешь те, ставишь те, вот таким образом Чем же грозят жителям оккупированного Донбасса двойные номера? А здесь, если находят на украинском блокпосту номера? Это Аут, это Пападалова На колбасу порежут Вот так В смысле, в полицию забирают или как? Нет, просто заставят выкинуть или аннулировать В принципе, регулярно находим Где-то у людей в автомобиле, либо в багажнике, либо под сиденьем Они прячут, потому что в случае, если мы их находим Мы передаем человека вместе с этими номерными знаками национальной полиции И они дальше принимают решение уже Но законно ли штрафовать жителей оккупированных территорий За сепаратистские номерные знаки не на машинах Эти номера нашим украинским законодательством никак не запрещены У нас нет ответственности за то, что данные номера, скажем, находятся в багажнике автомобиля Это не является основанием для дополнительной проверки Другое дело, если житель Донецка или Луганска Въехал прямо на контрольно-пропускной пункт в авто с номерами группировок ЛДНР Такие случаи тоже бывают, говорят в нацполиции Номера забирают, выписывают штраф От 170 гривен Ключовым в данном случае является использование данных номерных знаков То есть, если они закреплены на транспортном засобе в предназначенных местах Если они находятся в салоне автомобиля или в багажном отделении Это порушение никаким не является Для боевиков обязательная выдача ЛДНРовских номеров вопрос не только политики, но и заработка А значит, украинские номера будут вытеснять с неподконтрольной территории Одевают украинские номера и едут с украинскими А по Донецку ездят с донецкими Андрей Дегтяренко, Ярослав Кречко, Евгений Головин По оккупированному Донбассу прокатилась волна праздничных концертов и военно-патриотических мероприятий По случаю 23 февраля Мы сила, нам держала, объединила Накануне 23-го в группировках ЛДНР взялись за молодое поколение В Донецке студентам устроили военно-спортивные соревнования А школьников пока только познакомили с оружием С целью патриотического воспитания молодежи Мы собираемся с семьей Вместе с мамой и сестрой мы идем обязательно к дедушке, потому что он воевал Мы поздравляем его В оккупированном Донецке 23-е выходной Да, конечно, праздную, всей семьей отмечаем, поздравляем, делимся хорошими эмоциями Мы с семьей собираемся, едем к прабабушке Самый большой подарок – это вся семья в сборях, потому что сейчас это проблемно Некоторые отмечают 23 февраля по идейным соображениям Этот праздник поднимает для нас чувство патриотизма Это для меня большой праздник, у меня почти вся семья были военные, бабушки, дедушки и сестры Для других эта дата несет некий абстрактный смысл Это праздник всех мужчин, всех наших защитников, потому что мы должны быть слабыми, они должны нас защищать У нашей семьи есть наши защитники, мы должны их оберегать 22 февраля – это праздник настоящих мужчин Ходим в баню обязательно Да, мужчины, я думаю, в настоящее время это заслужили Собирается с ребятами, да, отметим, пап? За стульем Вот сейчас коньячок купим и отметим Но он же у меня служил В оккупированном Луганске тоже празднуют Шашлык пожарить Парню буду самолетик дарить на пульте управления Цветами Духи подарю Поздравляем Накануне 23-го в Луганске открыли отреставрированный памятник «Я десантник» Эта новость облетела все каналы подконтрольные боевикам Мы неоднократно восстанавливаем некоторые памятники по несколько раз С экранов телевизоров отчитались и о том, как прошел детский смотр строевой подготовки и песни в группировке ЛНР Это станет огромной традицией Прошу всех стать А это так называемые уроки мужества с участием боевиков На фоне милитари концертов и соревнований не забыли и о красоте В оккупированной Горловке выбрали первую красавицу Все так хорошо прошло, великолепно Танцертов было много Традиционно приехала и российская певица Юлия Чечерина Мне очень понравилось А еще в этот день с размахом отметили столетие Красной Армии Постановочные торжества на камеру или семейные застолья Так или иначе, на оккупированном Донбассе отметили 23 февраля Татьяна Овинникова, Донбасс Реалии, Радио, Свобода Это были Донбасс Реалии Мы рассказываем о Донбассе то, о чем молчат другие Я Ярослав Кречко, до встречи